Мы сегодня с вами поговорим на очень интересную тему. Значит, эта тема, наверное, больше вот про финансовую грамоту мы с вами рассмотрим, потому что финансовая грамотность, наверное, это и есть основная базовая часть финансовой безопасности. Значит, что такое финансовая грамотность? Начнем, наверное, с этого, да? Это, во-первых, конечно, это знание. Это знание в области финансов, это знание в области личных сбережений. И самым главным в этом знании является способность и обретение знаний в области менеджмента своими личными средствами, да, то есть управление. Эти знания, которые позволят нам, каждому из нас, принимать обоснованные решения о своих финансах, о своих расходах, о своих доходах и планировать наше будущее. Наверное, для нас, для всех это очень важно, тем более это важно тогда, когда каждый стоит вот прямо у начала, наверное, это как раз-таки наши слушательницы, те, которые сейчас учатся еще, ну, уже практически в старшей школе, заканчивают школу, поступают в высшие учебные заведения. И очень важно уже с этого этапа начинать планировать свое будущее. Как стать финансово грамотным человеком? Какие знания необходимы? А сейчас, вот сегодня, как раз на нашем небольшом модуле мы это и рассмотрим. Значит, что самое является основным базовым в управлении вашими средствами, да, это то, что ваши расходы, расходы, которые несет каждый человек на ежедневной основе, они не должны превышать ваши доходы. Это очень важно и нужно это самым основным, тогда, когда вы планируете свой бюджет, обязательно нужно вот эту самую базу для себя и, как бы, на ней основываться. И рассматривать, что у вас, как бы, когда у вас возникнут дополнительные, да, средства, тогда, когда вы хорошо подошли к управлению, тогда, когда вы видите, что у вас есть какие-то, ну, так называемые избытки называются, да, но, тем не менее, когда есть деньги, которые, ну, хочется потратить или хочется на что-то распределить каким-то образом, одним из очень важных навыков является умение вкладывать, умение инвестировать, да, то есть сейчас это очень модно, говорят, там, инвестиции нужны. Тем не менее, каждая вот из нас, даже не то, чтобы очень молодые, есть даже взрослые люди, которые немного побаиваются этого слова, инвестиции, этого слова никогда бояться не нужно. Каждый из присутствующих девочек, каждый слушатель этой программы, любой человек может начать сберегать и может начать инвестировать. Так вот, когда мы говорим, что у нас возникает какая-то позитивная разница, то есть у нас есть так называемые лишние деньги, мы можем его, вот этот какой-то определенный размер наших, так называемых, лишних денег куда-либо разместить, да, и либо инвестировать. Какие могут быть инвестиции, мы тоже в этой презентации рассмотрим. Наверное, сначала для того, чтобы рассмотреть уже инструменты, мы рассмотрим, что такое бюджет, да, что это прямо основа основ. То есть бюджет – это не просто какой-то список, какие у вас есть доходы, какие у вас планируются расходы, например, в этом месяце, да, это должен быть ваш личный финансовый план. Вот сейчас же очень модно писать там план на год, да, план на жизнь. Очень важно из этих планов, которые вот всеобъемлющие, очень важно к ним добавлять финансовый план. То есть это будет ваш бюджет, на основании чего вы сможете уже распланировать достаточно долгий период своей жизни, какие-то свои, возможно, поступления финансовые, ваши расходы. Это очень важно ввести вот такой как бы систематизированный список, куда, какие вы деньги получаете и куда вы, соответственно, свои средства расходуете. То есть так называемый контроль, он как бы поможет выправить у кого-то, если, ну, допустим, недостаточное финансовое положение, которое он хотел, вот такой контроль над своими финансовыми расходами обязательно вам поможет. Поможет выровнять финансовое положение и поможет уже уйти, так называемый, как мы любим, говорить в плюс. Что такое деньги? Кто из девочек, вот что вы можете сказать, что для вас деньги? Есть у кого-то мысли? Аселечка, меня слышно, да? Наши участницы меня слышат. Да, слышно, но мы думаем, я думаю. Я тоже думаю, я не задумывалась. Ну, хорошо. Да, давайте, может быть, мы сейчас все рассмотрим и в конце вернемся к этому вопросу, что же для нас, для всех, что такое деньги, да? Да, но в целом на языке, допустим, экономики мы говорим, что деньги – это эквивалент, который мы можем поменять на стоимость, например, товара или услуги, да? То есть это именно тот эквивалент в какой-то цифре, за которую вы приобретаете определенный товар. И вот именно понимание вот этого вот такой вот как бы универсальной, да, универсального вот такого для себя понимания будет как раз и основой к тому, что вы будете более эффективно достигать свои финансовые цели, когда вы четко будете понимать, что вот этот эквивалент денег я могу, допустим, поменять на вот такой-то товар, да? И тогда, наверное, в этом случае как раз вы будете немножко взвешивать, насколько этот товар действительно стоит, да, вот таких денег, такого объема и такого, на что вы готовы как бы эти деньги отдать именно вот в этом случае, именно на этот вариант какого-либо товара или услуг. Вот сейчас такое есть очень интересное, такое очень интересное утверждение, что деньги приходят и уходят. Абсолютно верно, что деньги, да, они приходят, то есть люди ходят на работу, деньги зарабатываются, заработная плата, но при этом, при всем, конечно, у всех есть расходы, да, то есть сейчас есть расходы даже там, допустим, есть такой момент воспитания, что маленьким детям даже дают деньги для того, чтобы они понимали, что деньги – это расходы, и они тоже так же уходят, да, как и, например, взрослые дают ребенку. Поэтому если вы будете понимать, что деньги – это как раз-таки эвалент вот этого товара, который вы приобретаете, да, и вы смотрите на целесообразность, вот в этом плане это называется менеджмент, это и называется управление, да, то есть когда вы поймете, что деньги – это не просто то, что вот пришло и ушло, а то, что вы имеете над ними контроль, и то, что вы умеете, и, допустим, вот у вас есть какой-то бюджет, и вы его распределили, то, да, в этом случае, конечно, вы сможете уже полноценно планировать свой бюджет. Итак, что такое у нас бюджет? Значит, что такое дефицит бюджета, да, немножечко буквально в экономику погрузимся. Что такое дефицит бюджета? Это тогда, когда расходы, ваши расходы, они превышают доходы, да, то есть это очень расхожая такая ситуация, тогда, когда хочется потратить на всевозможные прелести жизни, так скажем, да, но доходы этого не сильно позволяют, да, то есть мы в этом случае, мы имеем дефицит бюджета. Дальше, что такое профицит? Я думаю, сейчас это вот все, наверное, слышат, особенно, особенно, когда это говорится средством массовой информации, профицит бюджета, это очень такое слово, которое употребляется больше в государственной политике. Значит, профицит бюджета, да, в этом случае это получается антагонист дефицита бюджета, да, то есть тогда доходов больше. Но при этом, при всем, и та, и другая версия бюджета, она имеет право как бы быть, это универсальные такие экономические термины, но при этом, при всем, сбалансированный бюджет, он является как бы таким, и для личного именно использования, вы немножечко все-таки нужно стремиться к тому, чтобы на первоначальном этапе ваш бюджет был достаточно сбалансированный, да, то есть тогда, когда ваши доходы вы можете распределять по тем расходам, на которые вы, как бы, запланировали, вы хотите использовать именно на эти какие-то статьи расхода, у вас достаточно средств, да, то есть на первичном этапе нужно стремиться все-таки к сбалансированной версии, тогда, когда, конечно, при избытке потом средств у вас будет, допустим, тогда, когда ваши доходы уже становятся больше, чем расходы, но, тем не менее, сбалансированный бюджет остается базовым. Итак, вот в этом случае, что такое у нас, да, сбалансированный бюджет? Это тогда, когда вот мы примерно можем сказать, что это финансовая стабильность, все должны стремиться к такой версии, и тогда, когда вы, допустим, есть такое понимание, да, все сейчас очень сильно берут в долг, да, банки дают кредиты, кто-то кому-то одалживает деньги, да, ну, вот как раз-таки сбалансированный бюджет, это тогда, когда у вас полностью есть обеспечение вашей финансовой стабильности, да, то есть тогда, когда вы можете планировать свои ежемесячные доходы и спокойно выходить на свои расходы, то есть при этом нигде себя ни в чем не, как бы, урезают. Вот пример бюджета, который вы видите, да, это примерно мы такое собрали, вот как, ну, допустим, на семью, да, в этом случае примерно вот такое распределение происходит. 50-60% общего бюджета семьи обычно уходит на обязательные платежи. На обязательные платежи это что? Это какие-то расходы на еду, да, на жилье, коммунальные услуги все оплачивают, транспорт, на котором передвигается, да, семья, допустим, на учебу, на работу, какие-то медицинские расходы, те, которые, там, допустим, необходимые, да, сопровождают, когда человек, ну, всяко раз бывает, да, есть расходы, которые семья несет по обучению, образованию, допустим, своих детей, да, либо сейчас очень много тренингов, те, что проходят. То есть это все должно быть заложено вот в такую сумму, да, когда вы будете планировать свое. Ну, в принципе, это касается личного бюджета тоже. То есть вот такая сумма в 50-60% примерно ориентировочно, ну, практически у всех уходит на вот такие расходы. 20-30% возможно оставлять на какие-либо так называемые досуги, да, то есть это какие-то хобби, которые обязательно должны быть, особенно у девочек, то есть нельзя там полностью погружаться, допустим, если уже это семейный, да, все прекрасно понимают, что вот это очень большая ответственность, но тем не менее обязательно для себя какую-то вот такую небольшую отдушину надо в виде хобби обязательно оставлять. Очень сейчас модно и очень вдохновляет такое хобби, как путешествие, но оно достаточно дорогостоящее, да, то есть если мы говорим о дальнем зарубежье, это достаточно весомые суммы, поэтому здесь можно уже как раз-таки переходить в часть, которую мы ниже рассмотрим, это сбережения, они тоже очень, в принципе, в этой части очень актуальны. И самое основное это то, что мы все обязательно должны уметь делать, да, то есть это определенный навык. Необходимо 10, там до 20 процентов доходов в семье или личных доходов обязательно, обязательно оставлять на какие-либо сбережения, да, то есть это так называемое, сейчас все об этом говорят, но вот как раз-таки это для вас такой инструмент для обеспечения финансовой подушки безопасности. Вот прям можно для себя можете этот момент обязательно закрепить в уме, что необходимо сберегать вот какой-то вот такой процент, ну хотя бы минимальный 20 процентов от своих доходов на так называемую финансовую подушку безопасности, потому что, ну, это как бы поможет вам в определенных случаях своей жизни опереться и иметь так называемое, вот почему она называется финансовая подушка безопасности, тогда, когда вот какие-то, ну, вот происходят моменты в жизни, да, какие-то, вы сможете на нее как раз-таки ее, на нее опереться, ее каким-то образом распределить и выйти с этой ситуации с минимальной для себя потери. Здесь, я думаю, да, все понятно, да, можно прям для себя это сфотографировать и примерно, да, как глаза для себя это все где-то хранить, да. Вот сейчас как раз-таки мы перейдем в часть сбережений. Каким образом необходимо эту часть вести, да? Правила сбережения для себя тоже вы прям можете обвести, можете прям абсолютно четко для себя прям даже запомнить, где-то заучить, что обязательно необходимо для того, чтобы какие-то сбережения у вас были. Очень легко это делать тогда, когда у вас есть цель. Из этой цели, когда у вас есть цель на определенную вещь, вы запланировали определенное какое-то мероприятие, вы для себя цель определили, и отсюда вы сразу можете далее переходить в планирование своего бюджета. Это очень важно, потому что, когда вы просто, например, сберегаете, да, вот, допустим, там универсальное какое-то есть, допустим, сбережение, тогда, когда деньги очень велик шанс, и, ну, все люди говорят, вот у меня есть деньги, давайте я, например, на что-то, да, или, допустим, кто-то приходит, у нас, к сожалению, это распространено, и человек просто все свои сбережения может просто отдать. Поэтому очень важно для себя поставить цель и определиться для себя внутри, что вы на эту цель именно будете сберегать. Значит, цель не должна быть просто какая-то абстрактная, да, вот, допустим, там, цель, что я когда-нибудь что-то, допустим, себе куплю, да, вы обязательно должны ее образовать как финансовую цель. Это тогда, когда вы четко будете знать, для чего вам эта вещь или какое-то мероприятие необходимо, сколько обязательно, какая здесь стоимость, да, какую, именно какую сумму вы должны будете накопить. И самое главное, что вы потом, какое целевое назначение, да, что вы будете с ним делать. Потому что когда вот есть такие абстрактные деньги, как бы кажется, что вот они есть, ну, я вот на то, на это, на третье, там, например, потрачу. Но тогда, когда у вас есть четко определенная цель, когда вы четко знаете, на что бы вы хотели бы, что бы вы хотели обрести, это очень серьезно облегчает вам уже, как бы, саму, сам весь процесс. Это очень важно, и его прям необходимо прямо в голове держать. Что нужно сделать для того, чтобы ваша финансовая цель в итоге была достигнута? Да, все-таки мы опять опираемся, что мы пишем не только план на год, да, вот недавно был Новый год, все, наверное, для себя прописывали, что бы они хотели в новом году получить. Очень важно еще к нему, как бы, начать вести учет доходов и собственных расходов. Потому что деньги, имея такое свойство, они просто вот пропадают. Казалось бы, да, там, вчера, допустим, человек получает заработную плату, какой-то, у него есть определенный доход, и у него начинается какая-то статья расходов, допустим, какая-то есть, что-то он хотел, что-то нужно, необходимо сделать. И через какой-то период, как бы, человек понимает, что денег-то особо у него, оказывается, и нет. И потом, только потом, постфактум начинается, а куда они ушли, а на что я потратил. И как так получилось, что вроде бы сейчас у меня деньги были, а вот буквально прошло два дня, а денег уже нет. Поэтому вот исходя из этого, очень помогает в вашем планировании тогда, когда вы прям ведете учет доходов и расходов. Можно это делать по-разному. Можно, например, ну, условно, можно на бумаге вести. Можно в какой-то, например, там, буквально Excel, и какая-то можно красивенькую записную книжку купить, да, например, что у меня был такой-то доход, но использовала я, например, на вот такие-то, вот такие-то расходы. Вот именно из этого вы всегда сможете понять, на что именно, да, вы, например, свои деньги резрасходовали, и потом сможете для себя вывести, самое главное, что какой-то вывод, что оказывается, вот огромную такую, например, сумму я потратила совершенно, ну, вот как бы неосезаемо, да, допустим, я там на такие-то вещи я потратила, оказалось, что, наверное, они мне особо и не нужны были, да. То есть это как бы ключ, да, к вашему финансовому успеху ключ на самом деле очень простой. Надо вести учет, и только когда вы поймете, да, именно вы расходуете, вот это вам очень серьезно, вам потом поможет планировать то, что вы, на что вы, например, купите, да. Вот сейчас, я думаю, что уже очень многие знают, возможно, очень многие уже пользовались, но мы еще раз проговорим, что сейчас есть такие программы, да, это приложение в мобильном телефоне, вот мы буквально три версии, которые очень популярные, посмотрели по востребованности, это вот три программы, которые позволяют вам вести именно учет. Это вот как раз о том, что, допустим, ну, там, условно вы, у вас там нету времени, например, отдельно садиться это все писать, вы всегда взяли в мобильном телефоне, это всегда ваш друг, ваш помощник в данном случае, это не только развлекательный такой контент, который у нас у всех, да, там, допустим, есть там Инстаграм, еще, допустим, дополнительные развлекательные социальные сети. Очень полезная привычка, если вы выгрузите на свой телефон один из, например, вот этих вот указанных, ну, либо какой вы найдете, программа, это приложение, которое вам позволит там прям четко прописывать, что вы сразу заводите какую-то сумму, да, допустим, какой-то, у меня есть доход, скажем, 50 тысяч или 100 тысяч, да, там, ну, условно, и на что вы можете там просто прописывать, на что я, допустим, потратила. Там есть градация, там есть развлечения, да, там есть, допустим, одежда, там есть питание. В общем, когда вы распределите, скажем, сегодня я там потратила, условно, тысячу сом на что-то, да, или там 500 сом на что-то, и это, эти программы, у них есть встроенный модуль такой, который считает, какой процент от ваших доходов вы потратили на какой-то из статей. И тогда вы очень, это очень удобно, и тогда вы будете четко видеть, куда, на что у вас такой вот, как бы, получается, куда вы потратили эти деньги и насколько они были обоснованы. То есть это для вас позволит контролировать свои расходы и долгосрочные перспективы, и как раз-таки оно вам потом будет это вашим помощником. В том плане, что вы, например, когда вы будете копить, вы сможете сказать, что на эту часть я, оказывается, могу особо не тратить, я могу лучше эти деньги, допустим, положить, допустим, ну, скажем там, депозит, да. Вот, и когда вы вот в этом, допустим, в этом из приложений, вы видите, что у вас есть какая-то статья расходов, которые, оказывается, вы могли бы ее и не делать, вы можете в этом случае, например, уже воспользоваться достаточно таким очень, сейчас, ну, я думаю, что очень многие, наверное, имеют, такие есть различные финансовые инструменты сбережения, да, есть депозиты, есть, допустим, там, ценные бумаги, да, то есть это те инструменты, которые вам позволят беречь деньги. В чем различие между обычным, допустим, вашим кошельком дома, куда вы отложили деньги, и депозита, который вы, например, вы положите в банк, да, ну, в любой банк, который вы, который для вас, допустим, симпатичен, в том, что для того, чтобы изъять оттуда ваши деньги, то есть забрать их обратно, вам необходимо будет прямо, допустим, посетить банк, да, или вам будет очень необходимо будет какие-то произвести манипуляции для того, чтобы эти деньги забрать, то есть фактически это кошелек, но он для вас, его держит банк. Это то, куда, например, условно, я думаю, что вы знаете, да, что депозит можете вложить только исключительно вы, и распоряжаться депозитом тоже можете исключительно вы, то есть нету такого, что, ну, то есть условно у вас, допустим, никто не украдет, нет другого человека, который может прийти и забрать ваши деньги, то есть банк с вами заключит договор, в котором будет четко прописано, что единственным человеком, который имеет право изъять эти деньги из банка, это будет только исключительно вы. Вот, поэтому в этом случае очень инструмент, такой инструмент, как, допустим, депозит банки, он очень-очень в этом плане вам поможет, да. Сейчас мы можем просто, вот, посмотрите, пожалуйста, на презентацию, и это вот примерно распределение, как вы можете посчитать. Такую сумму вы можете откладывать, да, то есть если вы, например, условно 15%, вот с такой суммы, допустим, 40 тысяч сумок, да, 15% вы откладываете, вы можете, как бы, ну, я думаю, что это не такая большая сумма, допустим, если есть какие-то траты, возможно, вы подумаете, что они не очень-то сильно обоснованы, это как раз такой шанс, возможность, допустим, вот такую сумму 6 тысяч сумок откладывать, и вот, в принципе, за год уже это такая достаточно хорошая сумма накапливается, и это сумма, которую вы уже можете, ну, что-то такое достаточно весомое вложить. Значит, каким образом можно открыть депозит в банке, да, и, допустим, почему лучше копилки мы проговорили, да, вот если вы складываете в копилку, она у всех дома есть, допустим, там, через два года вы можете таким, допустим, если мы по 10 тысяч сумок, да, скажем, ну, это мы взяли очень условную сумму, допустим, необязательно ее сохранять, ну, какую-то сумму, допустим, если вы в месяц откладываете, то, там, в копилке она у вас накапливается до 240 тысяч сумок, да, за два года, но при этом при всем мы все должны понимать, что копилка, которая стоит дома, она просто, ну, там, может там в какой-то день, допустим, пропасть. В этом плане банк, опять же, какой вам симпатичен, да, это может быть Доскридо-банк, это может быть наш банк, или если тот банк, с которым у вас уже, допустим, действует, он вам более удобен, если вы открываете депозит в банке, в этом случае вы получаете гарантию, что ваши деньги не пропадут, то есть у вас их не заберут, допустим, копилку, если кто-то может унести, то ваш счет в банк никто никогда никуда не унесет, и единственным человеком, который может распоряжаться в данном случае этим счетом, это будете вы. В нашем банке, в Доскридо-банке, у нас есть депозит, у нас практически единственный такой вот универсальный, допустим, один, да, продукт, который называется BuyWall. Мы сейчас посчитали сумму, это по 12% годовых, но, опять же, вы должны знать, что все банки, все банки практически вообще по миру, ставку по, то есть процент по депозитам, он, это как бы не фиксированная ставка. Допустим, сегодня мы вам посчитали по 12%, если вы там решите все-таки прийти, допустим, скажем, завтра-послезавтра, это уже будет другая ставка. Она может быть выше, она может быть немножечко ниже, вот, но тем не менее, вы можете зайти на сайт, опять же, любого банка, можете зайти на сайт Доскридо-банка и посчитать депозит BuyWall на какой период вы хотите. Здесь мы взяли на 2 года и по 12% годовых, да, то есть в данном случае, если вы в 10 тысяч суммов в месяц будете откладывать на депозит в Доскридо-банке, то у вас через 2 года это будет сумма 272 432 сумм на вашем счете. То есть, ну, это, в принципе, хорошая сумма, которой вы можете распоряжаться и которые, опять же, это очень важно подчеркнуть, что хозяин этого кошелька, депозитного кошелька является только тот человек, который сделал туда взнос. Есть такой один момент, что когда, например, родители, да, сберегают деньги, вкладывают депозит для ребенка. Этот момент тоже возможен, но там есть определенные, заполняются документы, тогда родитель, например, да, или условно, допустим, человек, который сберегает для другого человека, эти все вещи прописываются, и тогда в данном случае по доверенности возможно распоряжение данными средствами другим человеком. Но, опять же, это все закрепляется только в документальной версии и закрепляется только на основании юридических документов. То есть все равно вне зависимости, если, допустим, данных документов нет, то есть единственным человеком, кто вкладывает, тот и будет распоряжаться. То есть в этом случае ваши деньги в безопасности. Поэтому я бы как раз таки рекомендовала бы, допустим, ну, какую-то часть, если вам удобно, хранить дома, но и также обязательно иметь депозит в банке, счет в банке, тогда, когда невозможно сразу, допустим, собрать деньги, ими пользуются так вот прямо сейчас взять и что-то, какую-то импульсивную покупку совершить. Это очень важно как раз таки в вашем учете, в вашем контроле ваших финансовых расходов. Очень важно бывает иногда не иметь сразу такой как бы быстрый доступ к своим деньгам. То есть не тогда, когда вы из кошелька вынули деньги куда-то отдали, а тогда, когда вам необходимо, допустим, пойти в банк, да, или пойти снимать эти деньги, и тогда, возможно, как раз таки на пути к вот этим вещам вы уже подумаете, возможно, и в какой-то момент даже такой от импульсивной и, возможно, не очень нужной покупки вы какое-то сделаете другое альтернативное решение. Вот касательно депозитов, очень много вопросов обычно возникает тогда, когда говорят, вот у нас в Кыргызстане, у нас это не очень распространено, да, но вот есть не очень устойчивые экономики, такое понимание, что есть банки, которые как мыльные пузыри лопаются, да, у нас в истории тоже есть, но сейчас у нас, в принципе, вся банковская система достаточно стабильная, и практически все банки, которые сейчас у нас существуют на рынке, они очень устойчивы и показывают очень хорошую финансовую деятельность. Но, тем не менее, на уровне государства есть такой орган, он называется Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики. Это агентство, в полномочии которого входит как раз-таки защита депозитов физических лиц, да, то есть наши все депозиты защищаются этим агентством. Каким образом? Например, если вы пришли в банк, до Скрида Банка, и вложили в свою какую-то сумму, примерно до миллиона сумм, которая достигает, то в этом случае агентство, ну, допустим, если банк по каким-либо причинам говорит, что он не может выплатить ваши деньги, то в этом случае здесь вступает уже агентство по защите депозитов, которое гарантирует любому вкладчику, любому держателю депозитного счета выплату совместно с процентами до одного миллиона сом каждому из тех людей, которые каким-либо образом вне зависимости от продукта вкладывали свои деньги на депозит. То есть вот эта сумма, она ранее была достаточно небольшая, было 250 тысяч сом, сейчас агентство по защите депозитов, это государственный орган, значит, была увеличена эта сумма до одного миллиона сом. То есть вы не должны переживать, что в какой-то банк, например, если вы придете, вы положили деньги, и завтра этот банк, ну, допустим, там, условно говорит, что он закрывается или обанкротился, что ваши деньги пропадут. В данном случае агентство по защите депозитов, его цель как раз-таки защитить всех нас от того, что, допустим, банк завтра может по своим обязательствам не смочь ответить. То есть в этом случае мы обращаемся, пишем заявление, то есть там регламент прописан, значит, клиент оставляет заявление и просит, допустим, такую-то сумму с депозита вернуть. И там есть определенные сроки, это все законодательно, все закреплено, агентство рассматривает, и на необходимый, допустим, счет или как клиенту удобно эти деньги будут вам разрешены. Поэтому в этом случае вы можете не переживать, и все-таки вот такой инструмент, как депозит, для себя обязательно рассматривать. Вот. У нас есть такой еще момент, что есть депозиты, которые хранятся в долларах, да, то есть это сейчас вообще в целом в долларах это не очень, допустим, сильно распространенный продукт, потому что у нас все-таки крыговский сом является одной из самых устойчивых валют. Вот. Поэтому вы можете не переживать, откладывать в крыговских сомах. Но если вдруг у вас есть какой-то момент, что вы хотели, допустим, в иностранной валюте впадывать, вот, то в этом случае он все равно, да, должен быть рассчитан, допустим, при, у нас есть при наступлении вот такого случая, когда агентство вступает в свои полномочия и производит расчеты с клиентом, то в данном случае все равно будет произведен перерасчет, потому что национальной валютой Кыргызской республики является кыргызский сом. И в данном случае депозиты, которые были размещены в какой-либо иностранной валюте, должны быть уже перерасчитаны по курсу, по курсу кыргызского сома. Значит, данный курс является учетным, мы так называем, да, это базовый курс национального банка Кыргызской республики. И вот именно по этому курсу будет рассчитан ваш депозит, да, то есть это такой гарантийный случай, и в данном случае тоже это все будет прописано. Ну, это, допустим, если у вас есть действительно какая-то сумма, которая у вас есть в любой иностранной валюте, то есть в этом случае тоже это предусмотрено, и тоже здесь уже вступает уже вот такой регулятор национальный банк, и эти все вещи тоже все предусмотрены. То есть здесь на эту тему переживать не нужно. Как нам теперь вот от вот таких вещей, да, то есть нам теперь уже понятно, каким образом, какие есть финансовые инструменты сбережений. Сейчас очень интересная, наверное, уже тема, и она, наверное, как раз-таки касается наших слушателей, нет, какие сейчас актуальны перспективные профессии, там, где мы можем действительно заработать, чтобы иметь возможность сберечь определенную сумму, вложить банковский депозит или сберечь где-то на каких-то альтернативных, допустим, инструментах. Это вот мы вот такой небольшой макетрисорч сделали. Наверное, опять же, для вас не будет ничего нового, но тем не менее. По нашим исследованиям это сейчас как раз-таки секторы, где выплачиваются самые высокие гонорары, самый высокий уровень заработка сейчас вот распределен вот в этих четырех секторах, да, вот на и на следующий год, это последнее исследование, все равно вот эти секторы будут развиваться, в них будет очень большой как бы объем денежных средств как бы, да, в обороте. Вот опять же, СММ это то, что может делать как раз-таки наши слушательницы, это то, что сейчас очень популярно, и, ну, по крайней мере, в Кыргызской республике у нас в стране не очень сильно много пока профессиональных сотрудников, которые могут на очень должном уровне, допустим, такой сектор, как СММ, да, допустим, Белоград и Копирайт сейчас внедрить. Поэтому прям моя даже очень большая рекомендация в эту сторону необходимо развиваться, да, то есть это то, что может при таких небольших затратах физических, да, приносить вам достаточно хороший доход. И тогда в этом случае вы сможете очень хорошие суммы изберегать и хорошими суммами, допустим, выходить на какой-то сбалансированный бюджет, да, это тот бюджет, о котором мы ранее проговорили. Также очень хорошую оплату сейчас получают аналитики, да, это те, кто занимается анализом баз данных, которые такие собирают большие объемы данных и которые умеют с ними оперировать. Это тоже очень большая работа, и она сейчас на данном этапе, даже вот в очень больших банках и в очень больших компаниях, и сейчас даже есть большие департаменты, которые занимаются данным сектором и которые действительно очень хорошо оплачиваются. Также цифровой маркетинг, да, это то, что сейчас вот мы как бы все практически, 100% публика, которая имеет мобильные телефоны, она является потребителями данного продукта, как цифровой маркетинг. И, собственно говоря, вот эти расходные части, которые каждый человек совершает, какие-то расходы, она, вот последнее исследование, она практически на 50% базируется на том, что мы видим через свои, значит, мобильные средства поставки информации. Да, то есть это то, что в электронных устройствах, все эти интернет, то, что публикуется, о чем говорится, это все очень такой большой сегмент цифрового маркетинга, и не всегда даже аудитории, люди понимают, что они уже находятся под влиянием данного сектора, да, и отсюда становится понятно, что этот цифровой маркетинг, это как раз-таки то звено, которое отвечает за высокие продажи. Высокие продажи – это большой доход, да, то есть мы говорим о том, что если есть такой очень эффективный инструмент, как цифровой маркетинг, и это говорит о том, что у эффективного инструмента всегда высокий бюджет, то есть вы тоже для себя можете рассматривать серьезное развитие своей карьеры и своих каких-то навыков именно вот в данном сегменте, да. Технологии IT. Опять же, карьера в мире технологий IT, она на сегодняшний день очень разнообразная. Вот приведу пример. В нашем банке у нас есть несколько больших IT-департаментов, и сейчас же я могу сказать, что примерно сейчас даже мы смотрели около 40%, 38, ближе к 40 – это девушки. Поэтому я вас очень тоже призываю к тому, чтобы вы рассматривали для себя карьеру в сфере технологий IT. Она может быть действительно очень разнообразной, и действительно в этом секторе достаточно конкурентоспособная заработная плата. Это то, что вы можете для себя рассматривать именно как возможность для роста, для своего профессионального, так же для того, чтобы иметь высокую заработку. Ну и опять же, сектор финансовой и экономикой – это тот сектор, который вообще традиционно является оператором вообще всей, в принципе, допустим, финансовой структуры в мире. Поэтому специализация в области, допустим, банковского дела или как раз-таки инвестиций, она сейчас, она в принципе всегда относилась достаточно высокооплачиваемой профессии. Но вот именно мы сейчас тоже смотрели, очень большие исследования есть, если этот сектор также очень хорошо завязан на части цифровой экономики. То есть сейчас самые высокие чеки по оплате, самые высокие гонорары, самые высокие оплаты по консалтингу именно лежат вот в этом секторе, там, где финансы, там, где экономика, очень серьезно спритеннать цифровым миром. То есть, в принципе, мы можем сказать, что вот эти все четыре сектора – это сейчас условно, это прямо вот мозаика чего-то очень большого сегмента, там, где очень большие доходы, и там, где вы сможете для себя рассматривать очень большие профессиональные зоны роста. Здесь я думаю, что все понятно, да? Василия, меня слышно, да? Потому что основных участниц пока я не слышу. Слышно, да? Ага. Так. Хорошо. Здесь, наверное, теперь мы можем уже перейти к такому еще одному инструменту. Это платежные карты, да? Платежные карты – это банковский инструмент, который нами всеми используется очень активно. Сейчас я думаю, что у всех, я думаю, даже у студентов, школьников уже есть платежные карты, и даже у нас есть, допустим, не одна, да? То есть у нас есть платежная карта нескольких банков. Что они обычно дают, да? Платежная карта. В принципе, это всегда очень удобно карты оплачивать. Это тогда, когда не нужно с собой носить наличный, да, кэш. Вы всегда с помощью платежных карт всегда можете оплатить свои покупки или какие-либо услуги, да? Также это достаточно безопасная операция, то, которое вы просто проводите по терминалу, любому из магазинов. То есть вам не нужно, допустим, копаться в кошельке в поисках определенной банкноты, да? Также вы можете быть уверены в сохранности денежных средств. В этом случае очень хорошо работает, когда платежная карта привязана к вашему мобильному приложению, мобильному банковскому сопровождению вашей карты. Это всегда очень удобно тогда, когда вы потратили, если, допустим, вам не выдал чек в каком-либо из сервисов, точки, да, допустим, в каком-то магазине, вы всегда можете увидеть в своем мобильном приложении, куда и что вы деньги свои потратили. Также конфиденциальность информации о денежных средствах – это тоже очень важно. Мы сейчас и ниже еще по этому моменту обязательно пройдем, потому что сейчас, вы знаете, очень много мошеннических операций, поэтому на конфиденциальность своих данных нужно обязательно обращать внимание, очень серьезное. И также одним из еще, конечно, очень хороших бонусов, и вы на это тоже обязательно обращайте внимание, когда вам дают платежные карты в банках, что есть такая опция, как бесплатное снятие наличных денег в банкоматах банка, и есть ли возможность снимать ваши деньги с вашей карты, допустим, в банкоматах других банков. Вот бывает так, что мы приходим, допустим, в банкомат, и банкомат нашего банка не работает, или, например, там нет денег, обычно пишут, что нету денежных средств. И в этом случае вы всегда можете воспользоваться банком, банкоматом другого банка. И вот обязательно в вашем договоре нужно обращать на это внимание, всегда прописывается, что у вас есть определенный лимит, который дает ваш банк, и в рамках этого лимита вы всегда можете на бесплатной основе снять ваши средства с банкомата другого банка. То есть это не обязательно будет ваш банк. Но при этом вы должны понимать, что если вы свыше этого лимита, допустим, если у вас лимит, скажем, 10 тысяч сумок в вашем банке, что если вы превысили его и сняли, допустим, 10 тысяч 500 сумок, то тогда с вас будет удержана определенная комиссия, и размер этой комиссии тоже обязательно необходимо читать в ваш договор, там, где все это обязательно банком прописывается. Давайте пройдемся, какие вообще виды платежных карт бывают. Я думаю, что, в принципе, мы все с вами уже картами пользуемся. Единственное, что есть определенные вопросы, какие, когда спрашивают дебетовые, чем она отличается от кредитной, и еще сейчас есть такой параметр, как виртуальная карта, та, которую вы можете пользоваться конкретно в виде, допустим, своего мобильного телефона. Значит, дебетовые карты – это те карты, на которые вы получаете свою заработную плату, допустим, либо стипендию. У нас есть социальные выплаты, допустим, наши родители получают социальные выплаты на определенные карты, и они называются дебетовые. Отличие в них такое, что вы можете дополнительно, если у вас есть какие-то средства, вы можете также пополнить свою дебетовую карту и также пользоваться уже вот через именно этот инструмент. Какие, в какой функционал у кредитных карт? То есть есть такие карты, которые вы получаете, и на эту кредитную карту, опять же, это все прописывается в договоре, начисляется определенная сумма. То есть таким образом через этот инструмент банк выдает определенные средства под определенный процент, и когда вы оплачиваете этой картой, это означает, что вы эту сумму у банка занимаете под определенную стоимость. То есть вы обязательно эту сумму потом вы обязаны будете банк опять пополнить. То есть уже с учетом того, что вы этой суммой попользуетесь. Сейчас банк предлагает очень много продуктов, и даже есть такие карты, которые, допустим, если воспользовались, если в течение какого-то периода, скажем, дается 20 дней или условно, по-моему, 25 дней, есть такие карты, что если вы в пределах 20 дней, допустим, вы по этой кредитной карте какую-то покупку совершили, и в течение 20 дней вы эти средства вернули банку, то банк никакие дополнительные проценты на вашу карту начислять не будет. Он опять же эти деньги вернет вам на кредитную карту, и опять же вы можете ей дальше пользоваться. То есть в принципе это очень удобный инструмент для использования, но нужно понимать, что с кредитной карты, как только вписываются ваши средства, вы должны будете оплату какую-то производить. То есть это в отличие от дебетовой карты. То есть дебетовую карту вам начисляют. Если вы используете кредитную, то это заемные средства под определенную комиссию банка, который вам эту карту будет. Также сейчас есть очень интересный продукт на рынке, который называется виртуальная карта платежная, и она существует сейчас, вот очень сейчас все практически, да, осуществляют покупки в сети интернет, и эта карта как раз-таки очень удобна в этом плане, что вам нет необходимости носить ее в вашем кошельке. То есть физически вам нет необходимости ее каким-то образом, допустим, там ее там какие-то производить действия по, допустим, безопасности, да. То есть все это вы производите конкретно только через свой мобильный телефон, в мобильном приложении своего банка, и вы можете оплачивать интернет-покупки через данную карту. То есть она у вас конкретно будет привязана к вашему мобильному телефону. И вот как раз-таки в данной связи мы должны обязательно смотреть, какие данные вашей карты можно сообщать, когда у вас запрашивают, например, вам говорят, да, у вас есть запрос, говорят, скинь, пожалуйста, данные карты. Вот на вот этом слайде нарисовано, какие данные вы можете сообщать, а какие данные категорически нельзя, потому что они являются конфиденциальными. То есть это данные, которые знает только клиент, только обладатель карты. То есть в данном случае эти данные должны знать исключительно только вы. То есть вам, когда вам выдаются платежные карты, вам даже дается такой конверт. И внутри конверта, когда вы вскрываете, вы видите свой пин-код, благодаря которым вы приходите, допустим, в банкомат и снимаете деньги. Так вот, данный пин-код не знает даже банк. То есть если вы, допустим, забыли его и звоните в банк и говорите, подскажите мне, допустим, мой код для того, чтобы я мог снять деньги, банк не сможет подсказать, потому что это автоматизированная система печатает и запечатывает этот конверт. То есть данные из этого конверта знает только один человек, который получает карту на руки. Всегда, когда дается карта, она дается совместно с вашим, таким так называемым, пин-конвертом. Вот теперь вы можете рассмотреть карту. Значит, у вас на лицевой стороне есть 16-значные цифры, это одна из вашей карты, и есть ваше имя и фамилия. То есть это только то, что вы можете, допустим, подсказать и, допустим, рассказать, если есть такое намерение, пополнить вашу карту. Далее, вот то, что выделено, допустим, на оборотной стороне карты, это данные конфиденциальные, которые вы не должны сообщать никому. Вот если вы сейчас возьмете свою платежную карту, если вы ее перевернете, на оборотной стороне есть такой, так называемый CVV, прям прописано буквами, это так называемый Card Verification Value. У кого-то он может еще звучать CVS, да, это Card Validation Code, это все одно и то же, это так называемый параметр безопасности вашей карты. То есть если у вас, предположительно, кто-то вам звонит и говорит, пожалуйста, переверни карту и сообщи свой CVV, эти вещи вы делать не должны. То есть когда какой-либо мошенник узнает ваш CVV, то есть код безопасности на обратной стороне, он обычно выглядит бы таким образом, это трехзначная цифра, это означает, что вы дали практически пароль этому человеку и отдали свои средства, которые у вас есть на карте. То есть поэтому в данном случае и срок действия карты также, когда, допустим, вы совершаете какую-либо, конкретно вы совершаете какую-либо покупку в сети интернет, там обязательно есть такой параметр, как срок действия карты. То есть этот, вот как раз-таки вот этот срок, когда запрос поступает в банк, запрос именно на снятие наличности, вот этот параметр тоже обязательно банк сверяет, да, то есть он не имеет права, он не имеет доступа к вашим паролям, но он может посмотреть срок действия карты, на которую он выдал. И в данном случае банк должен понимать, что этот срок должен совпасть с вашим намерением куда-либо деньги перевезти. Вот, поэтому, возможно, мошенники тоже будут запрашивать вот данный срок действия карты, то есть он тоже является такой информацией, которую вы не должны никому разглашать. Потом, опять же, моя очень большая рекомендация, когда у вас, возможно, есть банки, которые запрашивают, да, дополнительно говорят, отключают ли вам код из СМС. Обязательно соглашайтесь, потому что в данном случае вы получаете дополнительное извещение, дополнительную информацию о том, что если вдруг кто-то решит воспользоваться вашей картой и, допустим, каким-либо мошенничественным путем будет подбирать ваш CVV или ваши сроки действия карт, в данном случае банк, когда вы соглашаетесь с тем, что поступает СМС, банк отправляет вам СМС и говорит, что вот этот, по этому коду, допустим, да, он вам предварительно отправляет код именно на ваш номер телефона, который вы укажете. То есть даже если кто-то, какая-то третья сторона мошенник пытается воспользоваться, вы именно на ваш телефон получите этот код. И конкретно в данном случае вы уже будете понимать, что если к вам код пришел, это означает, что кто-то пытается воспользоваться вашей картой. Возможно, опять же, мошенники попытаются вам позвонить и сказать, что вот мы, допустим, представьте, что это из какой-либо телекоммуникационной компании, вам пришел СМС, пожалуйста, продиктуйте. То есть вот эти вещи никогда нельзя говорить. Вот. Поэтому вот здесь вот мы даже прописали, что обычно, когда отправляется код, прям банк пишет, пожалуйста, никому его не сообщайте. То есть это абсолютная тот такой призыв, к которому вы должны обязательно прислушаться, и этот код никому нельзя сообщать. То есть это гарант того, что ваши деньги останутся на месте, и никто ими не сможет воспользоваться. Значит, и вот такие небольшие правила безопасности использования карты. Значит, опять же, да, мы никогда полные реквизиты карточки, все, что у вас на карте, никому сообщать нельзя. То есть это говорит о том, что вы сами сообщите данные своей карты, соответственно, вы можете, опять же, уже наткнуться на то, что денег на вашей карте не будет. Значит, очень хорошо, если у вас будет все-таки несколько карточек, я бы даже рекомендовала использовать карты нескольких банков, для того, чтобы вы могли, допустим, какие-то есть плюшечки, которые дает каждый из банков, вы могли ими пользоваться. Вы прям можете походить по банку, по банкам по нескольким, и узнать, какие банки, какие есть преимущества у каждой из карт, и открыть именно такую карту, которая вам дает наиболее количество преимуществ, допустим, там в каком-то банке есть, допустим, если вы проводите оплату этой карты, то вам делают сразу скидку, да, или, допустим, другой банк может предложить, что если вы будете оплачивать его именно карты, то он будет начислять вам бонусы, допустим, в какой-то либо денежной сумме, тоже очень приятно. Вот, поэтому обязательно откройте карты нескольких банков. Вот, потом, когда вы проводите карточку в магазине особенно, да, там, где продукты, всегда много народу, обязательно для себя закрепите, что когда вы карту дали, вы обязательно должны ее себе забрать, и при вас все манипуляции с вашей карты должны происходить конкретно только у вас на глазах, да, то есть о том, что давайте я пойду проверю карту с терминалом, если вдруг уходит кассир или дополнительный приход, даже если это служба безопасности говорит, ну, вашу карту нужно проверить, вы никому свою карту не отдаете, потому что это конкретно ваши деньги, да. Какие есть правила безопасности в интернете? Опять же, да, если мы пользуемся виртуальной картой, проводим какую-то покупку в интернете, если вам условно приходит какой-то запрос и говорит, сообщите, допустим, мне ваш логин или ваш пароль, да, есть так называемый, еще есть сеансы подключения, и вам, допустим, кто-то звонит и говорит, у вас сейчас придет смс, это так называемый ключ к вашему сеансу оплаты, опять же, вы не говорите, потому что, возможно, это каким-то образом подключается мошенники и пытаются вывести все ваши свества с вашей карты. Значит, когда вы паролируете эту карту, это уже вы заводите свой пароль, вы его меняете, опять же, вы его должны сделать надежно, да, то есть у вас должны быть и прописные буквы, и заглавные какие-то буквы, это обязательно должны быть цифры и какие-либо знаки, те, которые вы будете использовать, так, чтобы невозможно было ее просто, вот, допустим, ну, 1, 2, 3, 4, такой пароль делать не нужно, да, то есть это тот пароль, который любой человек может подобрать. Вот, еще один очень интересный момент, мы проговаривали как раз это с нашими айтишниками, сейчас очень распространенные так называемые зекальные сайты, на которые именно сайты по проведению платежа. Вы обязательно должны посмотреть, когда к вам приходит счет на оплату, допустим, да, какой-то, или, говорят, допустим, проведите свои карты оплату, дается ссылка, она должна четко соответствовать, значит, тот сайт, который вы откроете, он должен очень четко, прям побуквенно соответствовать тому ресурсу, который вам отправляет платежная, ну, то есть запрос на оплату, да, то есть, условно, скажем, там, какой-нибудь PayPal, да, или какой-нибудь, там, допустим, Payment System, то она обязательно должна быть Payment System, допустим, который должен писаться правильно, да, платежная организация, допустим, неплатежная организация, да, то есть даже условно изменение в одной букве, это будет означать, что, возможно, перед вами зеркальный сайт, туда, куда вы заведете свои данные, и мошенники воспользуются, и выведут эти, да, выведут средства с вашей карты. Поэтому очень хорошо проверяйте именно сайт, куда вы заводите свои, свои данные по оплате. Немножечко как раз вот расскажу про наш банк, то есть всю вот эту презентацию, которую сейчас я вам презентую, мы это делали внутри банка, и вот те данные, которые мы даем, мы силами собственного банка как раз-таки рассматривали, да. Вот, вы всегда можете к нам прийти, если у вас есть дополнительные вопросы, допустим, по этой презентации, либо есть вопросы какие-то по финансовым инструментам, или какие-то вам нужны будут услуги, вы всегда можете прийти. И вот почему я говорю, вы должны походить по нескольким банкам, вы, например, можете прийти в ГУМ, да, то есть у нас есть в ГУМе, это Чуйша-Кокова, у нас есть несколько офисов, вот буквально сделали такую фотографию, как наши банки, вот наши офисы выглядят. Мы работаем уже 26 лет практически, у нас есть все финансовые инструменты, которые сейчас есть на рынке, вот, ну и параллельно с нами как раз-таки в офисе ГУМа есть офисы других банков, там есть, допустим, наши коллеги, есть и Optima, есть и Пока, есть и Акуды Кыргызстан, то есть у нас коллег здесь в других банках очень много, я думаю, что все с удовольствием предоставят информацию по их продуктам, вот. Но, тем не менее, допустим, если у вас все-таки есть какие-либо сомнения, допустим, куда вы можете вкладывать, потому что все равно, когда вы отдаёте свои деньги, нужно убеждаться о том, что этот банк, куда вы принесёте свои сбережения, достаточно стабильный, и он долго работает, у него есть опыт, самое главное, в управлении вашими средствами, да, то в этом случае, например, доскредо-банк уже на рынке практически 26 лет, это вот с момента обретения независимости этот банк уже сразу встал на ноги и на сей день существует. И также я сразу хотела бы сказать, если у вас, допустим, у нашей слушательницы есть какой-либо, какие-то вопросы, и, возможно, появится желание, допустим, пройти у нас стажировку, то у нас такой набор на стажировку практически есть всегда. Да, если вы захотите, скажем, у нас где-то поработать в каком-то из департаментов, да, у нас есть очень большой сегмент работы с нашими клиентами, это как раз наилучший способ узнать все банковские практические продукты, это тогда, когда вы начнете работать с клиентом, и это очень хороший шанс попрактиковать, во-первых, свои навыки, во-вторых, получить очень хорошую профессию, которая обязательно всегда востребована, да, то есть то, что помогает людям управлять с их финансами и всегда остается самовостребуемыми с профессией. Вот, поэтому добро пожаловать, если вы вдруг рассмотрите для себя такую возможность и такое пожелание, если вдруг вы захотите работать в Доскредо-банке, мы открыты, и вот здесь я указала, значит, имейл, куда вы можете отправлять свои резюки, да, вы можете прямо сделать сверху такое название на стажировку и там, как бы, прописать, где бы вы хотели поработать, простажироваться. Возможно, если вы, допустим, стажировку пройдете успешно и вам понравится, то я думаю, что банк вполне может вас и пригласить в нашу команду. На сегодняшний день Доскредо-банке работает около тысячи сотрудников, поэтому я думаю, что здесь, конечно, очень большое упоре для работы и, в принципе, очень большая дружная команда. У нас по всей стране сейчас мы представлены в количестве 60 офисов, да, то есть эти офисы есть вообще везде, да, начиная от самой самой северной точки до практически там пограничной линии с Таджикистаном, Кене тоже, то есть мы там тоже есть, у нас везде очень хорошие офисы, поэтому добро пожаловать. Вот, и буквально несколько, слайдов я вам расскажу. У нас в банке есть такое отдельное направление, это DCB Green, это такое направление для себя банк открыл, это такие инициативы Доскредо-банка в том, чтобы стать экологичным, да, то есть сейчас экология – это очень большая проблема для нас всех, вот, поэтому Доскредо-банк тоже решил сделать такой свой вклад, и уже в течение третьего года, то есть уже 21-го года, это направление в банке существует, называется оно «Зеленое направление банка», вот, и, значит, в этом направлении мы проводим очень много инициатив, и учитывая, что сегодняшняя тема у нас – это сбережение, одним из таких инвестиций, да, одним из очень хороших инструментов для того, чтобы изберечь свои деньги и сделать их прибыльными, да, то есть инвестировать является облигация, то есть, допустим, вот наш банк, Доскредо-банк конкретно в рамках этой DCB Green программы выпустил облигации «Зеленые», так называемые, да, это облигации, которые еще и, помимо того, что это очень хороший финансовый инструмент, они еще и приносят прибыль как своему держателю, который эту облигацию купил, так и еще большую пользу приносят для экологии нашей страны. То есть, если вы, допустим, решили инвестировать, да, то есть не стоит бояться такого параметра, как инвестировать. Если вы решили инвестировать, вы всегда можете приобрести облигации, они у нас свободно обращаются на рынки, вы можете, в принципе, купить облигацию любого эмитента, который вы рассматриваете, но конкретно Доскредо-банк выпустил зеленые облигации, значит, доход по этой облигации 16% годовой, то есть вы, купив облигацию, вы будете получать доход этой годовой в размере 16%. Вот, отправляются это, вот в чем его основные параметры, я вам сейчас покажу, то есть зеленая облигация, мы ее выпускали, общий объем, общий объем на рынок, которым мы вывели облигации, он составил около 1 миллиона долларов, да, то есть они были выпущены в виде облигации, общий объем выпуска составил 85 миллион сумм, да, то есть это, мы обязательно выпускаемся в национальной валюте, то есть это обязательные условия в нашей стране, срок обращения облигации 3 года, то есть это говорит о том, что если вы приобретаете облигацию 3 года, вы получаете доход, вот такой, то есть это вам не выдается кредит, это наоборот, вы свои деньги вкладываете, допустим, в данном случае, в Доскредо-банк, и Доскредо-банк на вашу ценную бумагу начисляет вот такой 16% годовых, то есть вы в течение 3 лет, вы получите свой доход в данном объеме, и более того, что очень интересно, что, например, Доскредо-банк выплачивает проценты, будет вам выплачивать каждые 3 месяца, то есть вот это уже 16% годовых вы будете получать, вот сюда вот это за год, вот этот эквивалент, вы будете в своей начислении видеть каждые 3 месяца, то есть в данном случае, Доскредо-банк, мы даже сделали так, что мы нашим держателям ценных бумаг, наших облигаций, мы открыли счета расчетные, и тот, кто захотел, еще открыли даже карты, зеленые карты, куда мы начисляем так называемые зеленые проценты, зеленый бонус на эти облигации, то есть таких вещей бояться не нужно, более того, я даже вас призываю побольше изучать этот продукт, побольше финансовые инструменты, вот такие подобные, обязательно пользоваться такими инструментами, но в данном случае еще, почему очень серьезно выгоден, во-первых, у него 16% годовых, это очень хороший процент, который вы будете получать, но и дополнительно все деньги, которые были привлечены, это 85 миллион сом, Доскридо Банк отправил на свои зеленые инициативы, то есть мы направили все вот эти средства в наши зеленые финансирования, мы профинансировали электроавтомобили, то есть часть электроавтомобилей, которые вы видите в наших городах, это тоже было использовано с деньги, с облигацией, потом у нас есть наши клиенты, которые мы помогли установить газовое отопление в домах, то есть у наших клиентов теперь тепло дома, значит, есть такие продукты, как Экоагра в регионах, у нас есть женщины-предпринимательницы, которые мы помогли в установке каких-то зеленых, зеленого оборудования, и также у нас есть экотуризм, это такой продукт, там, где мы на Иссыкуле, у нас есть клиенты, которые взяли деньги на то, чтобы завести очистные сооружения, то есть в данном случае вот эти зеленые облигации помогли даже трем большим домам отдыха поставить очистные сооружения, то есть мы еще и как бы постарались сделать свой вклад в очищение акватории в озере Иссыкур. Вот, поэтому вот такие инструменты, вот, допустим, это достаточно узкий инструмент с зеленой именно облигацией, потому что все финансирование было отправлено вот таким тематическим образом, но тем не менее, я опять же вас призвала бы рассматривать дополнительные финансовые инструменты для того, чтобы вы могли их использовать для собственного, как бы для собственной стабильной финансового, такой финансового благополучия для своего, да, то есть для своего стабильного финансового будущего. Поэтому обязательно имейте в виду, что есть на рынке не только, допустим, депозит, не только сбережение в копилке дома, да, то есть вы можете прийти в банк и всегда воспользоваться как-то расчетным счетом, депозитом, допустим, вы можете открыть же платежную карту, и также вы еще и можете вот такой очень, очень интересный инструмент, как облигацию, тоже вы можете для себя как один из сценариев своего финансового благополучия рассмотреть. Вот. Спасибо большое, девочки, служительницы, если у вас есть какие-то вопросы, у нас как раз есть еще 20 минут времени, мы можем с вами пообсуждать. Спасибо большое, Назира. Очень интересная и полезная информация. Я хочу спросить, девушки, есть ли у вас вопросы? И вообще, есть ли среди вас те, кто зарабатывают или подрабатывают, наверное, и имеют свои личные деньги? Или родители выделяют какую-то иную сумму? Нет. У нас в основном слушательницы это студентки, да? Смешанный состав это ученицы старших классов с 9 по 11 класс. Вот младшим из них 16 лет, старшим, старшие девушки это студентки STEM-вузов, STEM-факультетов. То есть, получается, возраст от 16 до 22 где-то, да, у нас? Девушки, есть вопросы? Да, очень хорошая возможность слушательницам. Я прям очень призываю, если у вас есть вопросы, давайте мы сейчас с вами обсудим, потому что как раз-таки вот есть моменты, когда даже вот бывает, что дети у родителей спрашивают, но родители хотели бы помочь, но, допустим, ну, нет информации такой, да? Вот. Или, допустим, у родителей даже тоже не было опыта. Допустим, есть тоже такие моменты. Вот, допустим, не все имеют облигации, да? То есть, не у всех есть такой опыт, поэтому, если у вас есть вопросы, как раз вот сейчас такой шанс уникальный. спасибо большое Аселе, коллегам с фонда в том, что есть такая возможность, это обсудите. Вот, поэтому я вас призываю, если есть какие-то вопросы, давайте обсудим, и как раз, может быть, и вы какие-то для себя сделаете хорошие выводы, и завтра кто-то из вас, допустим, решит начать свои сбережения, и это будет очень как раз-таки хороший результат для нас, для всех. Спасибо. Так, в чате вопросов нет, здесь написано 39, но я не знаю, что это 39. Play Market товар заказ Клсак СВВ код 40 чата от Мисалкин Дода на контент 6 год. Вот смотрите, вот здесь вот есть в платежных картах, у вас могут запросить, смотрите, но только вы его прописываете, если это, опять же, если это доверенный сайт, где вы уже проводили платежи, то есть вы обязательно должны понимать, что перед вами не зеркальный сайт, вот эти правила безопасности обязательно имейте в виду, потому что там, где вы, если вы полные свои реквизиты, карточки, передадите, и вот такой ход безопасности СВВ, если вы передаете, сторона, которая получает эти данные, практически получает доступ к вашим деньгам, которые у вас есть на карте. Поэтому вот эти вот правила безопасного использования карточки, пожалуйста, для себя прямо очень хорошо изучите и очень их серьезно нужно соблюдать, потому что вот очень много сейчас вы видите, да, кейсов, когда клиенты приходят к нам в банк, очень много приходят и говорят, вот я пытался провести какой-то платеж, и у меня запросили, мне позвонили, и у меня запросили вот такой код, и я вот такой код сказал, сказали сказать, пин-код, и я сказал, и сейчас у меня почему-то нету денег, и банк, пожалуйста, верните, да, то есть банк здесь не имеет права возвращать, потому что вы, получается, сами передали эти данные, то есть вы сами передали, и вы сами передали данные мошенникам, которые эти деньги у вас практически вывели, да, вот, поэтому нужно быть очень аккуратными в использовании той информации, которую вас запрашивают, и опять же обязательно нужно вот вам подключить, особенно тот, кто работает в сети интернета, обязательно подключите коды из смс, и еще есть такой параметр, там будет небольшая оплата, в банке снимают для себя в том, что есть подтверждение смс, подтверждение проведенной операции, тоже подключите, тогда, когда вы получите смс, когда, например, вы провели операцию, и вы получаете смс, что да, такая операция банк вам подтверждает, что да, он провел, но при этом, при всем, это возможно вас обезопасит, что если вдруг кто-то попытался, допустим, вывести ваши деньги, или действительно как получилось, что провел, вы можете увидеть, что когда поступит смс, что эти деньги у вас вывелись. То есть в данном случае, если вдруг такое произошло, вы сразу набираете банк, его колл-центр, и говорите, что я вижу какие-то подозрительные операторы с моей картой, пожалуйста, карту мою заблокируйте. И банк, он у вас запросит несколько вопросов, чтобы убедиться, что это действительно вы. Как только вы ответите на этот вопрос, банк в удаленной версии заблокирует вашу карту, и тогда вам нужно будет просто в банк пройти, посмотреть, что с вашей картой произошло, и вы можете опять ее там же, уже на месте, в вашем присутствии вашу карту могут вам опять активировать. То есть вот эти, вот этот алгоритм действия для вас тоже очень, вы должны его хорошо выучить и обязательно знать, что никакие действия, те, которые вас запрашивают по телефону, кто-то звонит, бывает нашим родителям тоже звонят, то есть вы обязательно своим родителям, своим близким, своей семье тоже обязательно эти вещи проговорите, что никому, никакие данные по своей карте, особенно то, что касается пароля или кодов, вы ничего не должны сообщать. Спасибо большое. Следующий вопрос можно, да? Можно ли покупать облигации или открыть счет, если тебе нет 18 лет? В банковском законодательстве действительно существуют определенные ограничения, и они, конечно, все ограничения до 18 лет, но тем не менее вы можете, допустим, вы можете взять доверенность, например, у своей семьи, тогда, когда родители вам доверяют, например, допустим, какие-то действия совершать, допустим, с их картой, да, или можно, опять же, с родителями пройти и какой-либо депозиты, но вообще есть несколько видов депозитов, и есть такой тип депозита, который можно пополнять каждый месяц, да, то есть вы открыли, и у вас есть какие-то дополнительные средства, вы пошли и в депозит его положили, то есть это называется депозит с пополнением. Эти вещи тоже можно сделать, и для этого не обязательно, чтобы вам 18 лет, вы можете просто один раз ходить с кем-то из близких, тот, кто уже постарше, вот, и все эти вещи обязательно с банком, все эти вещи закрепить, вот они все закрепляются в бумажной версии, на, допустим, там есть различные типы, вот вы обязательно и вообще без проблем можно банковскими продуктами пользоваться. Еще один вопрос. Облигация на Балакчедагы филиал Данделиала Версебулову. Можно ли купить облигации филиалю Балакчедагы? Да, вот этот продукт я включила специально, чтобы нашим слушательницам как бы дать информацию о том, что такой инструмент есть. Да, вот, но у нас конкретно в нашем банке эти облигации, этот продукт был очень популярный, и все наши облигации нашего банка продались буквально за полмесяца. То есть когда мы объявили о том, что мы выпускаем такую облигацию, потом здесь все-таки очень достаточно высокий процент годовых, доходность его, у нас эти облигации очень быстро выкупили. То есть у нас сейчас свободно обращающихся облигаций на рынке, вот конкретно до Среда Банка. Нет, вот, мы планируем, возможно, в следующий год дополнительные будем выпускать эти облигации, да, то есть вы обязательно заходите к нам на сайт, смотрите, мы об этом обязательно будем говорить. Вот, но тем не менее вы можете зайти на сайт Кыргызской фондовой биржи и посмотреть, какие облигации там есть. Там сейчас, по-моему, практически там около ста есть эмитентов, если не больше, которые, облигации которых вы можете купить. Вот, но я бы вам хотела посоветовать обращать внимание на вот такую доходность, да, какая там доходность, вот, и еще вы обязательно должны смотреть, кто именно, чьи облигации вы собираетесь покупать. В случаях, когда, если эта компания вдруг новая, да, только она пришла, то есть вы должны понимать, что это риск, есть такое понятие риск невозвратности, да, и если вы вкладываетесь, вот здесь у вас может быть, допустим, процент доходности очень высокий, там, условно, там, 21, 22, кто-то там очень высокие проценты вам может пообещать, но при этом все может потом просто эта компания лопнуть, да, поэтому вы обязательно, когда вы будете рассматривать такой инструмент, как облигацию, обязательно смотрите, кто именно эти облигации выпускает. И самые, самые надежные облигации, это, например, вот финансовых институтов, которые, ну, вот, например, Доскреда Банк уже 26 лет работает на рынке, то есть вы должны понимать, что вот подобные облигации, например, скажем, банков, которые уже давно работают, они безопасны, вы их, в принципе, можете приобретать, вот. Может быть, там будет разница немножко по годовым доходам, по доходности, но, тем не менее, зато вы точно будете знать, что ваши деньги безопасны. Спасибо, еще один вопрос, последний, да, наверно. Спасибо большое за информацию, подскажите, пожалуйста, есть ли еще варианты для сбережения в Кыргызской республике, кроме депозита и облигаций, и нужно ли открывать инвестиционный портфель, есть ли проверенные компании на рынке КР, ну, вот то, что вы ответили, Назира, да, можете вот еще раз уточнить по этому вопросу? Вообще, в целом, в мировом, конечно, если контексты рассматривать, есть достаточно много инвестиционных инструментов, которые позволят вам, как бы, сделать такой хороший, весомый прирост ваших бюджетов, но мы должны понимать, что мы все находимся здесь у нас в стране, поэтому я бы все-таки рекомендовала бы вкладываться в достаточно устойчивые инструменты и в те инструменты, которые вы хорошо знаете. То есть, допустим, создавать свой инвестиционный портфель достаточно разнообразными инструментами – это очень хорошо, и это очень обоснованно. Но другой момент, что мы должны понимать, что вот у нас такая здесь среда, там, где мы должны рассматривать нашу доходность именно через те инструменты, которые мы можем спланировать, по которым мы можем спланировать обязательно и вести учет наших доходов. То есть, например, если вы покупали облигацию, вы всегда можете посчитать, какой у вас будет доход. То есть, по облигации, например, в данном случае 16% годовых на 3 года, если вы покупаете облигацию, то вы точно знаете, в течение трех лет вы будете со своей суммой получать вот такой-то, там можно очень спокойно калькулятором посчитать. Вот то же самое с депозитом. Депозит, когда вы вкладываете, вы тоже очень четко, вам, допустим, вы придете в банк, скажем, вы можете очень хорошо, четко и очень ясно для себя посчитать, какой вы получите доход и его спланировать, его ввести в свою учетную, вот такой учет своего бюджета, о котором мы говорили. И опять же, вы можете, допустим, есть у вас приложение, вы уже можете спланироваться, скажем, если вы вложили депозит на 2 года, скажем, вы уже можете спланировать в течение двух лет, какой вы будете получать дополнительный доход. И это очень важно, потому что, например, сейчас можно есть всякие разные инструменты, но есть инструменты, которые вы никогда не сможете спланировать. Более того, они еще и могут у вас просто, ну, как бы вы можете обанкротиться, да, если вы будете вкладываться в тот инструмент, который вам непонятен. Там, где самое главное, вы не можете точно знать, как именно эти деньги будут оперироваться, да. То есть в депозите вы точно знаете, что банк определенными, да, своими действиями, допустим, да, он вам начисляет ваши проценты. В части облигаций вы тоже точно будете знать механизм, каким образом работает, потому что как рынок ценных бумаг, где облигация, у него есть его регулятор, это государственная служба надзора за рынком ценных бумаг, то же самое банковский сектор. У нас есть национальный банк, который полностью эти вещи регулирует. То есть здесь вы стопроцентно будете иметь гарантию, что ваши деньги находятся в надежных руках. Если вы, допустим, есть, ну, всякие разные инструменты, которые, в которых нет операторов, да, то есть нет ни банков, ни эмитентов, допустим, да, то есть нету регуляторов таких, которые могут конкретно, допустим, призвать к ответу, то в этом случае, конечно, риски будут только за вами. Вот, и я бы все-таки, конечно, моя рекомендация такая, чтобы все-таки вкладывались в то, что вы четко будете знать, что вам это все стабильно, и в том, что вы четко будет у вас гарантированный доход. Спасибо большое. Так, вопросов больше нет. Благодаря, спасибо вам за информацию. Спасибо, было очень интересно. Спасибо. Ну, раз нет вопросов, я думаю, была очень интересная, полезная презентация. Конечно, мне тоже, потому что, несмотря на свой возраст, я, к сожалению, не очень умею копить, и я вообще страшная транжира, вот, поэтому, девочки, мельте и избегайте этого пороха транжирства. Да, ну вы, Василий, я вас тоже приглашаю, приходите к нам в банк, если вы, если есть такой момент, мы можем с вами проработать, и если есть такая необходимость, давайте мы прям можем даже вас сопровождать. Вы можете открыть у нас карту, и есть такое, знаете, еще понимание, что, допустим, если у вас будет какой-то доход, вы можете сразу поручить банку с ваших доходов удерживать какую-то определенную сумму и распределять на депозит. Мы тоже это можем сделать, и, девочки, для вас тоже. Если у вас есть какой-то, вот, будет заработная плата, вы можете поручить банку удерживать определенный процент с вашего дохода, и банк будет у вас забирать и будет сразу отправлять на депозит. И то есть вы уже будете знать, что оператор, менеджер, у вас есть банки, которые будут с вашего, допустим, дохода забирать какую-то сумму и к вам на депозит отправлять. И вы будете, допустим, через год, вы даже этих денег не будете видеть, но при этом банк позаботится о том, что у вас через год соберется определенная сумма куда-нибудь. А сели вам можно в путешествие какое-нибудь, у вас работы много, поэтому давайте с вами будем копить на путешествие. Отличный совет, я воспользуюсь, потому что мне, скорее всего, нужна такая финансовая няня, в силу моей финансовой беззалабельности. Давайте, с удовольствием, приходите. Да, я вас пользуюсь. Я всех приглашаю, слушайте, приходите, пожалуйста. Да, если есть необходимость, можем с вами связаться, и вот какие-то вещи такие мы можем вместе проработать. Добро пожаловать в Бискридо-банк. Спасибо большое, Назира, за презентацию прекрасную, за информацию. Спасибо вам большое. Спасибо вас, всем желаю хорошего дня, спасибо за участие, и мы можем, наверное, сказать друг другу до свидания, да? Спасибо, на связи, спасибо большое. До свидания. Всего доброго, хорошего дня, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok